В этой серии лазерная микрообработка и маркировка в производстве электронных компонентов. Коллаборативные роботы. Что такое Марион и где используется в микроэлектронике? Современные тенденции развития электроники и электронной техники требуют применения новых материалов, а также подложек, покрытых различными металлами и сплавами. Лазерный способ маркировки электронных компонентов позволяет получить четкую, машиночитаемую и устойчивую к внешним воздействиям маркировку. Технология лазерного скрайбирования применяется для раскроек хрупких материалов. При скрайбировании материал не прорезается насквозь, а слегка надрезается. Затем вдоль реза формируется скол, который разделяет материал. Скрайбирование широко применяется в микроэлектронике для обработки различных материалов керамики, поликора, сапфира, ситала, для разделения тонких пластин на отдельные элементы. Лазер позволяет дозированно воздействовать на поверхность обрабатываемых материалов. Эти воздействия могут приводить к испарению, удалению одного или нескольких слоев покрытий. Такая технология применяется в микроэлектронике для прецизионного удаления различных покрытий с керамических подложек и формирования нужной топологии поверхности. С помощью лазерной прошивки можно получать отверстия диаметром от 0,2 до 1 мм при толщине материала до 3 мм при соотношении высоты отверстий к их диаметру 16 к 1. Лазерная пробивка превосходит по экономичности почти все другие методы. Лазер оказывается эффективным для изготовления небольших отверстий в соплах, форсунках, пильерах, специальных диафрагмах и мембранах. Система лазерной обработки позволяет создавать 3D структуры с точностью от 10 мкм и минимальным размером элементов от 2,5 мкм. Технологии развиваются и роботы приходят на смену человеку во многих областях. На данной ячейке происходит симуляция тестирования блоков аэроглоназа. Блоки аэроглоназа, как мы все знаем, устанавливаются в каждом автомобиле, который должен эксплуатироваться на территории Ракетной Федерации. Блок аэроглоназ – это та самая кнопка SOS, которую мы видим над собой. Что здесь происходит? Конкретно на этой ячейке происходит симуляция тестирования блоков. Вот эти синие коробочки – это как раз блоки аэроглоназа в сборе. Именно такими они поступают на сборку, когда собирается автомобиль. Предположим, что здесь у нас конвейер, сюда устанавливается блок, и, соответственно, дальше блок в кюретке попадает в рабочую зону досягаемости робота. Робот пневмозахватами, присосками берет этот самый блок и ставит в одно из контактных устройств. В одном из контактных устройств происходит, первым делом, происходит проверка наличия питания, и дальше уже происходит проверка всех сигналов. Если вы снимете вот этот монитор, здесь, конечно, видно вся логика проведения сигналов. Днем рождения промышленно-производственной группы YOLA считается 18 сентября 1946 года, когда распоряжением Совета Министров СССР был организован завод по ремонту электрооборудования. В период с 1949 по 1956 года завод осваивал и производил выпуск серийной продукции. Это были инструментальные трансформаторы, серии тормозных магнитов для кранового оборудования, бытовые автотрансформаторы, универсальные однопазные коллекторные электробегатели серии YOL-PL-06 мощностью от 50 до 400 Вт, бытовые электронасосы KAMA-НБЦ. А в 1957 году завод был переименован Пермский электротехнический завод. Главным направлением производства сегодня остается выпуск электровентиляторов. Уже на протяжении нескольких десятилетий электровентиляторы компании YOLA являются эталоном для охлаждения электроники, оборудования, телекоммуникаций, распределительных шкафов, медицинской техники и бытовых приборов. Широкий модельный ряд представляет потребителям электровентиляторы, рассчитанные на различные напряжения питающих сетей. Калужский радиоламповый завод, известен также как «Лампочка», основан в 1960 году. Строительство завода началось в 1959 году под номинованием «Почтовый ящик 48». Производит микросхемы, лазеры, фотодиоды. Мелкосерийное производство лазеров LPE-101 и LPE-102 началось еще в 1980 году. В конце 80-х годов на заводе производили электронную игру «Ну погоди» и микропроцессор к ней. А вот о компании «Джуодавалкисенрус» мало информации. Известно лишь, что компания, зарегистрированная в Гонконге в 2016 году, занимается перепродажей электронных компонентов. И за этот короткий срок существования имела одно арбитражное дело в качестве ответчика. И вдруг, откуда не возьмись, малопримечательный стенд компании «Марион». Весь производственный процесс, начиная от кристаллического элемента до готового кварцевого генератора, целиком проходит на «Марионе». Таким образом, у «Мариона» отсутствуют критические технологические или производственные зависимости, которые зачастую имеются на других кварцевых производствах. Это является одним из ключевых факторов, позволяющих «Мариону» успешно участвовать в долгосрочных и многосерийных проектах. А история этого предприятия началась аж в 1853 году. В Петербурге открылась главная телеграфная мастерская торгового дома «Сименс и Хайлске». В 1922 году предприятие стало называться «Завод имени Козицкого». Производственные площади АО «Марион» составляют около 27 тысяч квадратных метров. В структуру предприятия входят 4 научно-производственных комплекса, которые осуществляют разработку и выпуск кварцевых генераторов, кварцевых резонаторов и фильтров. Компания «Витапринт» представила коллаборативных роботов, один из них 6-осевой «Добот» серии SR. Достоинством этого кобота являются емкостные датчики, устанавливаемые на рабочем суставе и втором плече робота. Это позволяет останавливать кобота до соприкосновения с препятствием или даже обходить его. «Скара» – это четырехосные роботы, которые двигаются по осям X, Y, Z и вращаются вокруг оси Z. Большинство подъемно-транспортных операций, а также операций по сборке небольших изделий, включающих в себя перемещение деталей с точки А в точку Б, идеально подходит для роботов «Скара», поскольку данные операции, как правило, включают в себя перемещение деталей по осям X, Y, Z с небольшим вращением по оси Z. Роботы «Скара» имеют наилучшую повторяемость среди роботов всех типов. Ошибки, возникающие в рабочей плоскости X, Y, вызваны наличием только двух двигателей, тогда как роботы иных типов имеют три и более двигателей. «Скара» роботы являются одними из самых быстрых. Благодаря четырем осям они имеют меньше подвижных шарниров, что упрощает расчеты кинематики и требует меньше времени. Если продолжительность цикла является критически важным фактором, то, возможно, вам подойдет именно «Скара». Коллаборативные роботы – это свобода. Свобода в выборе применения и оснащения. Роботы могут комплектоваться захватами, которые имеют уникальную встроенную функцию измерения объекта при захвате, что позволяет проводить контроль качества во время перемещений. Система машинного зрения позволяет автоматизировать управление роботом путем анализа визуальной информации. Универсальный робот PUR-5E – это небольшой настольный коллаборативный робот, который прекрасно подходит для выполнения легких сборочных операций и автоматизации рабочих мест. Этот робот имеет массу всего 11 кг, но обладает грузоподъемностью 3 кг, может вращаться на 360 градусов во всех сочленениях, а его концевое сочленение может вращаться на неограниченное количество поворотов. Процесс развития идеи до конкретного технического изделия многоэтапен. Выделение каждого из этапов достаточно условно. Роль вузов ранее практически сводилась к обеспечению кадрами каждого из этапов исследований и создания изделий. В рамках физтеховской модели подготовки специалистов была решена проблема доучивания молодых специалистов в МИЭТ на базе подразделения НПО «Научный центр». Опыт показал, что в ВУЗе можно создать производственную структуру микроэлектроники. НПК «Технологический центр» был основан в июне 1988 года как университетский исследовательский центр Московского института электронной техники. Калужская ОКБ «МЭЛ» возвращает к жизни российскую микроэлектронику. За 15 лет на предприятии построен полный цикл разработки и производства микросхем с собственной испытательной лабораторией. Продукцию составляют в основном изделия специального назначения для обороны промышленности, космоса и атомной энергетики. Там, где собственная электронно-компонентная база нужнее всего. Но главная специализация предприятия – операционные усилители. Но в последнее время и без того широкая номенклатура продукции расширилась за счет различных датчиков. Компания «Миландр» занимается разработкой и производством интегральных микросхем. Расположена в городе Зеленограде. Компания создана в декабре 1993 года. Основная специализация – реализация проекта в области разработки и производства изделий микроэлектроники, микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти, интерфейсные микросхемы и микросхемы преобразователей напряжения. Радиочастотные микросхемы, электронных модулей и приборов промышленно-коммерческих специального назначения. В 2008 году компания «Миландр» приобрела лицензионное процессорное ядро ARM Cortex-M3, на базе которого налажен выпуск микроконтроллера K1986BE92QE, ориентированного на применение в специальной технике и системах с повышенной надежностью. В 2014 году изготовлены первые образцы высокопроизводительного сигнального процессора, монтируемого по технологии Flipchip и четырехпроцессорной микросборки на его основе. В 2012 году компанией была приобретена лицензия на микропроцессорное ядро ARM Cortex-M4F для создания высокопроизводительных микроконтроллеров. МПО «Контакт» основано в 2004 году в Минске, Республике Беларусь. Специализируется на разработке и поставке уникальных устройств ввода и отображения информации, таких как многослойные мембранные панели управления, пленочные клавиатуры, приборные панели и шкалы. Пленки для гибких самоклеющихся мембранных клавиатур имеют стойкую поверхность к механическим воздействиям, деформациям, высоким и низким температурам, воздействию воды и других веществ.